Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Сегодня я расскажу о том, как мы записали Миленочку в школу, сколько стоит обучение в этой школе, питание и все демарши, которые мы сделали. Итак, в январе месяце, где-то за полгода до того, как Миленочка пошла в школу, мы заполнили формуляр, где обозначили то, что Милен не будет оставаться в детском садике в ясеньках, а будет идти в Эколе Матернель. Это первая ступень обучения детей во Франции. Затем нужна для этого какая-то справка из мэрии, ну, в общем, там документы, подтверждающие то, что вы проживаете по данному адресу. Затем справки от врача по поводу вакцинации. Ну, в общем, набор, в принципе, не сильно отличается от того, который мы сдаем в наших странах. Затем, если вы малообеспеченные, то тоже предоставляете справки об этом. Если нет, то ничего не предоставляете. Тоже касается семей многодетных и инвалидов или детей с какими-то заболеваниями. Затем, примерно через полгода, перед окончанием школьного сезона в Яслях, мы предоставили справку из садика, что Милена, вернее, как из этой вот Эколе Матернель, из начальной школы в садик, что Милена принята в школу. И перед садик тоже написал такую, ну, как справку, не справку, я не знаю даже, как это назвать, характеристику, наверное, что да, все нормально, все в порядке. Ребенок достаточно развит для того, чтобы идти в школу. Все в порядке. Детки активны, в общем, социально активны, и все у ребенка кушает сама, в туалет ходит сама. Ну, в общем, все, что требуется для поступления в школу, потому что в эту школу деток не берут. Здесь очень многие детки, может, даже до 4-5 лет ходят с соской и одевают родителям памперсы, то, как они здесь называют, по-пропро. Это не чистый ребенок, который не понимает ходить в туалет, а все делает в 4-5 лет в памперсы. В общем, получив все вот эти документы, что у нас все в порядке, памперсами мы не пользуемся, 29 августа мы пошли, 3 дня давалось перед 1 сентября, и мы пошли как бы подтверждающую запись делать, где нам выдали такой специальный блокнот по питанию, как Милен будет питаться, потому что мы заказали питание в школе, можно приходить забирать ребенка, а можно, чтобы ребенок оставался и питался в школе. В этой школе они спят. Первый класс, в который Миленочка пошла, потому что они самые маленькие, а дальше не знаю. Затем мы еще взяли час после уроков, игровой час он называется, и это когда детки остаются с аниматорами, и играют и развлекаются дополнительно. В общем, у них получается общение между классом, не в стенах школы, не за партами, а именно в игровой комнате или же на свежем воздухе. В общем, школа у нас муниципальная, это не частная школа. Я переживала вначале, что в ней, ну как бы так не очень красиво было сделан ремонт. За лето ее подремонтировали, все там мыли, чистили. В общем, классы сияли, сверкали. Я заметила даже новую мебель. Ну, в общем, все красиво, все хорошо. По поводу оплаты. Также в школе есть продленка, и вы можете деток приводить в 7.30 утра и забирать в 19 вечера. В общем, с 7.30 утра и до 8.30 утра дети могут находиться на продленке. И после 16 до 19 они тоже могут находиться на продленке, или же с 16 до 17 на игровом часе, и потом с 17 до 19 на продленке. Продленка в день стоит 2.45. Вот это вот за этот час утром и за 2 часа. Ну, в общем, в зависимости, там, 2-3 часа, в зависимости от времени, которое вы выберете. Затем, игровой час после уроков мы взяли 3 дня в неделю. У нас будет понедельник, вторник и четверг. В среду они учатся до 11.45. И в пятницу я буду забирать Милен в 16 часов. В общем, за 3 дня получается за год 30 евро. 15 евро мы платим за первые вот эти 6 месяцев до нового года. Вернее, не за 6 месяцев, а сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И до окончания года вторые 15 евро. За само обучение ничего не платим, но приветствуются взносы от родителей, поскольку, как нам сказал директор школы, субсидирование не очень хорошее. Что раньше у них были спонсоры достаточно такие, ну, хорошие, что детки выезжали. Вот как у меня Артур ездил, он ездил и по Франции, и в Испанию они ездили за счет департамента, за счет средств города и за счет средств департамента. То, как нам сказали в школе, в этом году у них нет хороших спонсоров. И поэтому, если у родителей есть какие-то средства, пожелания, в общем, школа не будет против принять это от родителей. Питание. Если вы из малообеспеченной семьи, то это 3 евро 50. Если у вас семья, ну, там туда, в эту группу входят не только малообеспеченные, это инвалиды, это многодетные и детки-инвалиды тоже. И для обычных детей, для обычных семей, это 4 евро в день стоит. Ну, вот этот обед у них только один раз они едят, и у них обед. И после 4 часов нужно давать такой ланчбокс ребенку, в котором будет полудник, гуте, как он здесь называется. И туда нужно положить сок и какое-то, ну, печенье, пирожное, то, что любит ваш ребенок. Вот, в принципе, и все. Книжек нам сказали не покупать никаких, ни тетради, ни карандашей, ни красок, ни пластилина, ни патомоделей, это, ну, типа, как пластилина. В общем, никакого абсолютно, ну, как бы ни взносов с нас не попросили, ни попросили что-то купить. Для школы сказали, что полностью мэрия города и власти департамента субсидировали школу для того, чтобы у детей было все. Так что вот такие вот новости. Когда Миленка, кстати, детки разделены были, вот эти первоклашечки, на два дня. Первая группа идет, 14 человек в группе, в классе, вернее. И первая группа идет в первого числа, в четверг. И вторая группа идет в пятницу, второго числа. В общем, как Миленочка сходит, я, естественно, расскажу, как у нее прошел первый день. И узнаю, понравилось ей, не понравилось. В общем, побеседую с ее классным руководителем. Ну, и потом, если вам, конечно, интересно, напишите мне, пожалуйста, если интересно, то я сделаю тоже видеоответ о том, как проходит время у трехлетних школьников во французской школе. Всем большое спасибо, что вы были со мной. И до новых встреч. Пока-пока.